Дорогие земляки, я стою на улице Воросилова, бывшая, сейчас это Байзак-Батыр. В районе чуть ближе к вокзалу. Вот здесь вот эти известные пятиэтажки кирпичные. Там четырехэтажка. Также двухэтажка. И напротив стадион-локомотив. Стадион-локомотив. Там дальше, все лет октября, по Вашикой гильды, перекресток. Также вот здесь вот эти вот дома, еще, наверное, с 50-х годов или 60-х годов. Я вот с Вами хотел пройти, здесь вот дорогу сделали, давно уже. Это известная тоже всем нашим землякам, нам с Вами, джамбульцам, тарасцам. Это баня, как называется, на вокзале. Вон она. Я где-то 5-6 лет назад снимал. Ну, еще раз подумал, подойду, может быть, что-то какие-то изменения есть. Этой бани, она очень старая баня. Она, наверное, лет, наверное, 80-е, можно уже больше. Ну, здесь рядом вот не было, конечно, тогда в то время, в советское время этих. Ну, вот в советское время их и построили, но уже позже. Раньше тут не было. Тут вот детский садик. Там, вон, видны, вон, кирпичные дома, такой же типичный на железной дороге вот такие дома. Кто-то даже говорил, что их строили пленные японцы, что ли. Насколько это истинно, я не знаю. Вон те, вон. Там, вон, ту башню, водонапорная башня. Видно. Там, вон, тогда раньше были тут либо завод тут где-то был вот на этом месте. На месте этих садиков. Либо завод был знаменитый, век был 16-й, вот такие. Вот эти вот дома такие. А это вот баня. Баня, вот еще написано. Железнодорожная баня. Так и называется. Ну, вот я хотел с вами пройти. Еще раз. Ну, какие изменения? Наверное, пока визуально я не вижу изменений. Вот тоже там домики кирпичные. Вот железнодорожная баня. Ну, да, как я и предполагал, в принципе, эта баня, она и не изменилась ничего. Ну, так немножко сделали. Крыша вот. Мне кажется, и тогда крыша была. Вот эти вот окна там эти. Эти банные отделения там. С этой стороны, по-моему, мужское отделение. Здесь вот. Здесь вот эта раздевалка, по-моему. Вон там уже баня. Там тоже вот дом. Типичный. Парикмахерская. Вот. Вспоминайте, друзья, вот так. Ну, конечно, пластиковые окна тут. Тут тоже пятиэтажка построена. Там вон калиточка можно. Туда дальше, потом на Ворошилово можно идти. Ну, вот это двор. В принципе, изменений тут очень мало. Ну, наверное, вот это только, может, изменили. Порог вот этот вот сделали. Здесь вот тоже раньше, по-моему, были парикмахерские. Еще в то время эти домики на месте стоят. В то время тоже они были. Ну, вот так вот. Объект находится под видеонаблюдением. Наверное, и меня там тоже под видеонаблюдением. Ну, я вот сейчас пойду попрошу. Зайду попробую. Я там иду. Тиран Афганистана. Стоимость взрослого 600 тенгир. Вот, работаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ходил по дуру, снимал для земляков нашу древнюю баню. Можно вас снять, нет? Нет, не надо. Ну, баня, да. Здесь уже пристроили позже, да, вот этот закуток? Примерно в каком году? В 55 назад. Баню слушаю. Ну, вот. Это вот зал банный. Тут, правда, темно. Здравствуйте. Здравствуйте. Баня действующая, да? Ну, вот так вот здесь вот был мужской зал. Тут, конечно, ремонт сделали. А вы что? Здравствуйте. Не, 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 не подсказывайте, дайте обладаю. Ну, здесь вот были ожидания. Здесь вот газировка стояла. Сейчас вот так, цивильность, тут телевизор есть. Баня рабочая, да? Так, сейчас что-то есть? Если бы пустой был, я бы зашел бы, снял бы там, как обстановка. Это для земляков снимаю, которые здесь жили раньше, они попросили баню снять, которой они раньше ходили, еще в советское время. Этой бане, наверное, лет сто, наверное. Ну, вот так вот. Ну, конечно, за пять-шесть лет, которые я в прошлый раз снимал, тут изменения. Здесь вот, наверное, пиво, здесь мороженое. Тут женское отделение. Тут парикмахерство. Ну, вот мы с вами посетили. Ну, вот так, дорогие земляки, побывали мы здесь, посмотрели. Вот здесь такой обзор. Ну, пойдем сюда, к выходу. Туда дальше, если идти через ворота, там закрыто, да? Туда уже, ближе к вокзалу, туда уже. Откуда мы там проходили с вами. По дорожке. Вот тут вход. Отсюда еще сниму. Вот она, баня. Вспомнили, да? Ну, пишите в комментариях ваши впечатления. Ну, и здесь вот тоже вот. Я говорю, что Джамбул город контраст. Там вот все так цивильно более-менее, а тут уже вот, как за забором. К сожалению, здесь вот так вот. Мусор, нечистоты. Ну, может быть, весной тут все, трава-то все закроет у вас. Наверное, сами жители, что ли, а может быть, нет, я не могу. Здесь, наверное, может, собирается компания. Пивка попить, там еще. Выкрутить, наверное, все. Вот так вот. И здесь мы сейчас с вами выходим вот в это место. Двор этого пятиэтажки. И это вот тот магазин, который раньше, по-моему, был промышленный магазин с той стороны. Вот так вот. Здесь. Ну, без мусорок никак. И вот тут эти вот двухэтажки тоже со двора видны. А тут вот хлебозавод. Вот там дальше. Но новый хлебозавод. Очень тоже вкусный хлеб здесь. Ну, примерно такой же, как вот и на вокзале туда был. Если туда зайти. Жамбульцы можете туда посетить. Попробовать. Хлеб очень вкусный здесь. Даже сейчас я иду, запах такой. Аппетитный, хлебный. И вот мы здесь вышли. Зашли с одной стороны, вышли. Вышли там же, только немножко в сторону. Аллигатор кафе. Ну, этот тот магазин. Ну, 205. Там он. Бывший гастроном. Бывший гастроном. Тоже мы с вами видим. Ну, его заколотили оцинкованным железом. Профильным. Видать, тоже выкупили. И так все, замуровали. Или же прощать. Магазин. Тоже такой хороший магазинчик. Пожеленно здесь было. Вот на первых этажах здесь тоже вот выкупили. Вот это дыр. Это лая химия. Детская одежда. Проход здесь вот. Известный, кто тут жил. Вот так. Там тоже вот. Там бывший, вот я помню, это было. По-моему. Если не ошибаюсь, там, по-моему, было. ЦК ВЛКСМ городской, по-моему, вот он тут. Вот. Магазин знаний. Какой-то там тоже центр какой-то. по подготовке. Учебный центр по подготовке охранников. Барш назвали. Вывеску вешают. Вот типичные эти вот домики двухэтажки. еще с того времени, советского времени. Эти домики. Где-то, наверное, я уже повторяюсь, но где-то 50-х, 60-х годов. Томировка там, конечно, высокие такие, потом какие-то комнаты такие высокие. кухонки там очень маленькие. Знания магазин. Сейчас магазин ИСИДА, продуктовый. Узкая одежда. Вот там аптека новая. Аптека так и есть. И с орнаментом такие домики строили. Это 199-й. 1997-й. Между... Как вот здесь пространство, там между домами здесь еще пристроили. Сейчас любое свободное место сейчас застраивают. Также вот здесь тоже застроили. Крутание, что ли? Даже вот еще там немножко было места. И все равно вот тут тоже пристроили, застроили. По первым этажам, видать, вон два окна. Здесь тоже застроили. вот. Видите, как делают. Тут эту комнату выкупили, квартиру. Вот. И там вот пристроили. все это пространство здесь было, где деревья росли, цветочки, все застроили. Ну и все, дорогие. Вот тут вот остановка революции. Там балхана, дон. Ну, мы уже там снимали. Там у меня на канале есть, вы видели. И на этом я заканчиваю. Вот кусочек. Круто. И на этом я заканчиваю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.